Всем большой привет! Мы будем сделать влог из примерочной, потому что я подустала, и мне нужно посидеть. И пока я сижу, я буду разговаривать с вами, а 100 миллионов людей, которые стоят в очереди, они будут ждать. Вот. Что, собственно, могу сказать? Я уже обновила свои ботинки, которые из Традивариуса, и приобрела некоторые штучки из Революшена. Я потом вам покажу, на самом деле. И будем мерить вот такие вот бежевые, плюшевые, серые наряды. Покажу, как это будет выглядеть. Я жутко лоханулась, потому что... Помните, я вам рассказывала про то кольцо и браслет из Пандоры с золотом и серебром? И, в общем-то, я такая все милый. Дай мне карточку, я иду покупать подарок от тебя себе. И, в общем-то, скидка в 25% сегодня не проходила, потому что она ровно до 6-го числа, то есть вчера, пока я это все мерила, я могла купить со скидкой. А сегодня она уже не действует, и нужно покупать по полной стоимости за 7 тысяч. Я подумала, что это плохой знак, и решила просто не брать. Так что да, приступаем. Первый вариант выглядит вот так. Даже после Оливье, 4-х тазиков Оливье, выглядит, в принципе, не так плохо. Я думаю, что это будет очень сильно меня увеличивать. Сложно показать нормально, но они очень-очень маленькие. То есть такая шнуровка, это размер L, и ценник очень-очень приятный. Что там получается? Полтора тысячи за штанишки. Такой свитерок, какой-то кардиганчик, я не знаю, как это назвать. Ну, скорее домашний вариант, бежевый. В общем-то, все то, что я говорила, что в тренде беж, натуральность, в общем-то, предположительно, так должен выглядеть человек женского пола по трендам 2021 года. Такая прям плюшечка. Следующие брюки абсолютно прямые. Они даже чуть дешевле, 1200 рублей. У меня прям такие же были, только другого качества. А эти они тоже вязаны. Размер L. Следующие штанишки уже серенькие. Здесь хорошая длина. Это размер у нас XL, еще больше. 800 рублей стоил 2000. Здесь хорошо с белым шотом, как раз вот с этим, да, голубым. Ну, вот как-то не хватает веревочек, карманов, чего-то вот здесь. Как-то, ну, чисто пижамные мягенькие штанишки. Кофта, которая бархатистая, плюшевая, бежевая, тоже 1000 рублей стоит на сцене. В итоге первые штанишки, которые мы померили, получились 1200. Даже чуть подешевле, чем на треннике, поскольку я поняла. В общем-то, я хотела что-то наподобие таких классических, да, браслетов Пандора. Только с одним шармом, и там сердечко. Такая красивая упаковка. Прикольные елочные игрушки. Конечно, ценник космический, но просто поглазеть – здорово. Мы сейчас идем в Кофикс. Я возьму морковный фреш и сяду по грушу. И поеду домой. У меня уже вечером будет урок. Делка. Ладно, планы изменились. Морковный суп хотя мы взяли. Мне мой парень сказал, что бери по полной стоимости. Ты этого заслушала. И сейчас я иду очень грустно от того, что у меня есть браслет. Но просто дурацкая история про то, как вчера я могла купить. Со скидкой сегодня нет. Но браслет красивый. Сейчас покажу. Если честно, раз шопинг задался и тратим сегодня деньги, хочется купить белый или бежевый пуховик, который я до этого мерила. Но это была Зара, по-моему, в охотном ряду. Здесь ничего подобного нет. На самом деле в Метропольце гораздо меньше выбор, чем в других торговых центрах, потому что здесь именно скупают. Просто приезжают и скупают. Здесь в Массимо нет этого бархатного пуховика. Ну ладно. Всё, я уже дома. Утеплилась в таких штанишках. Мне кажется, в принципе, можно и куда-то на улицу в ней ходить. В принципе, с ботинками будет прикольно. И вот та самая кофта, которую я брала в H&M за 800 рублей. То есть она абсолютно такая же, как серенькая, только вот она белого цвета. Да, тут ещё бумажку нужно отрезать, чтобы всё ровно сидело. В общем-то, я довольна. Ну и, собственно, то, что мы купили в золотом яблоке. Абсолютно всё из этого революшн. Первое – это корректор под глаза. Идеально хорошего такого прям цвета. Светленький. Он хорошо перекрывает. Мне понравился. Дальше матирующая база. Это как тональное средство, тоже светлого оттенка. Я в последнее время прям фанат революшн. Мне очень понравился у них хайлайтер. Это мой любимец на все года. И за каждую единицу стоит 500 рублей. 500-500. И вот это гелевое... Что это? Для бровей, в общем-то, да? Среднего оттенка. Тоже прикольная вещь. Мне понравилось. Это гель для бровей, собственно. Чтобы немножко подкрашивать и укладывать бровки. В общем-то, на этом всё. Сейчас буду отдыхать, пить кофе и готовиться к уроку. Всем большое спасибо, что сегодня тоже были со мной. На этом, я надеюсь, мой шопинг завершится. Уже и так я много всего купила, приобрела. В общем-то, сегодня Рождество. Можно было себя немного побаловать. И да, нужно входить уже в такое рабочее русло. Думать, что дальше делать. Увидимся с вами очень-очень скоро. Всем хорошего вечера. Всех с Рождеством. Всех с праздником. И да, пока-пока.